Привет, друзья! Сегодня мы познакомимся с домом номер 25, домом Казанского собора и, как его сегодня называют, атриумом на Невском проспекте. В 40-х годах 18 века участок дома номер 25 еще пустовал, а к середине 18 века здесь было уже три отдельных владения. Два из них располагалось по Невской перспективе. Правый двор принадлежал оберсекретарю Сената Павлу Васильевичу Севергину, который знаменит тем, что в 1747 году принимал непосредственное участие в выборе Кирилла Григорьевича Разумовского гетменом «Всея малой России», которое происходило в Санкт-Петербурге. После его смерти участок перешел к вдове Анне Харитоновне и его дочери Софье. Анна Харитоновна продала свой участок с дома лейбхирургу будущего императора Петра III Ивана Даниловича Геон, который позже стал лейбхирургом и у Екатерины II, а в историю вошел тем, как у Екатерины Алексеевны удалял больной зуб и оторвал кусочек нижней челюсти. Вот как она описывает это событие в своих воспоминаниях «Глаза мои, нос и рот превратились в фонтан, а все пять пальцев Геона были отпечатаны у меня синими и желтыми пятнами на щеке внизу». Екатерине II почти месяц пришлось не показываться на людях, но врач не лишился должности и оставался лейбхитиком у нее до своей смерти. Вдова Геома продала дом подполковнику Матвею Федоровичу Кашталинскому, который во время Семилетней войны служил при штабе герцога Ришелье, а на момент приобретения дома находился на службе коллегии иностранных дел России. Матвей Федорович был знаком с Александром Николаевичем Радищевым, которому однажды занял 3000 рублей. Однако из-за ареста и ссылки Радищев долг вовремя не вернул. Следующим владельцем дома был генерал-поручик Василий Михайлович Риббендер. Он в составе свита Екатерины II путешествовал по Тавриде. В начале XIX века к основному зданию по Невской перспективе был пристроен двухэтажный корпус воспитательного дома по проекту Андрея Никифоровича Воронихина. Здесь в 1849 году жил Александр Иванович Герцен. В 1813 году участок с домостроением рядом с только что выстроенным Казанским собором был приобретен притчем. По его заказу угловое строение было перестроено по проекту архитектора Василия Петровича Стасова в трехэтажный дом для церковнослужителей. Дом номер 25 долгое время был местом жительства священнослужителей Казанского собора и их семей. Здесь жил первый настоятель Казанского собора Петр Николаевич Мысловский, который в 1826 году посещал в Петропавловской крепости декабристов, напутствовал их на смертную казнь и присутствовал при ее исполнении. И последний настоятель – философ Николаевич Арнацкий. Он состоял членом комиссий по благотворительности, народному образованию, попечительству бедных, охране материнства и младенчества. После революции Арнацкого вместе с сыновьями Николаем и Борисом арестовали, а чуть позже, в октябре 1918 года, расстреляли. В 40-х годах XIX века Воронихинский корпус был надстроен и объединен с фасадом дома на Невском проспекте. Эту работу выполнил архитектор Петр Сергеевич Павлов. Нижние этажи здания в первой половине XIX века сдавались в аренду различным магазинам и казанской аптеке. На протяжении 20 лет здесь работал магазин по продаже посуды фарфорового завода Филиппа Сергеевича Ботенина. Фирменным стилем его фарфора было изображение достопримечательностей Санкт-Петербурга. В середине XIX века в доме располагались русский магазин Штейнберга по пошиву парадных мундиров и сюртуков с шитьем и галунами, магазин бронзовой фабрики Шрейберга и книжный магазин Льва Ивановича Жабелева. В 1867 году академик архитектуры Николай Дмитриевич Федюшкин построил на крыше здания фотографический павильон. В 70-х годах XIX века здесь размещалась редакция газеты «Петербургский листок». А в конце XIX – начале XX веков здесь снимал помещение банкирский дом Вавильберга, который переехал в 1912 году на Невский проспект, дом 7. Магазин акционерного общества по производству химико-фармацевтических, парфюмерных и фотографических товаров Келлер и Компани. Магазин придворной фортепианной фабрики «Братья Оуфенбах». Фирма Бруно Зенгер и Компани по продаже фотографических принадлежностей и фонографов. В годы Первой мировой войны в доме размещался лазарет для раненых солдат. В сентябре 1914 года лазарет Казанского собора взяла под свое покровительство императрица Александра Федоровна. После революции 1917 года большинство квартир дома сменило своих жильцов, и оно стало коммунальным. Воспитательный дом в начале 1918 года упразднили, и левая часть здания была отдана вновь созданному Третьему Петроградскому педагогическому институту. В настоящее время это педагогический университет имени Герцена. В 20-х годах XX века здесь размещались различные организации и конторы, а также работали магазины государственных мальцевских заводов. В 1921-1922 годах в этом доме жил будущий патриарх Алексий I. В 1933 году по проекту архитектор Давида Петровича Бурышкина и Ивана Георгиевича Копцуга дом Казанского собора был надстроен четвертым этажом. На протяжении многих лет в здании работал ресторан «Кавказский». В 90-х годах XX века бывший дом Казанского собора был реконструирован в современный деловой и торговый центр Санкт-Петербурга. Ему был возвращен прежний облик, соответствующий 1830 годам. Во время реконструкции верхний этаж разобрали, а крышу превратили в двухуровневую мансарду. Сокольный и первый этаж приспособили под гаражи, технические помещения, разгрузочную зону, магазины и различные учреждения. Внутренний двор сделали закрытым, перекрыв стеклянной крышей и превратив в просторный атриум. При создании атриума не было снесено ни одной фасадной стены. Их расчистили от бытовых наслоений, вернули им характерные приметы стилей и окрасили в цвета соответствующих строительных периодов. Площадь атриума равна маленькой городской площади и составляет 500 квадратных метров. В атриуме установлен фонтан, украшенный морскими коньками и трезубцем Нептуна. В его центре возвышается пятиметровая гранитная колонна, украшенная бронзовыми масками львов, а капитель увенчана корабликом. Это миниатюрная копия линейного корабля российского флота, построенного по чертежам Петра I. В конце XX века в первом этаже здания работал универмаг «Британский дом». А в начале XXI века помещение в доме арендовал магазин «Стокман». В настоящее время здесь расположен бизнес-центр «Атриум», а также работают различные организации. Вот и закончилось наше знакомство с еще одним домом по Невскому проспекту. Спасибо за ваше внимание и интерес к нашему каналу. И ждем вас снова на наших прогулках по Санкт-Петербургу. Рад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...